Сходить на футбол, волейбол или баскетбол? Такой сложный выбор был у барнаульских любителей спорта, но без поддержки никто не остался. Футболисты «Динамо» в субботнем матче принимали Новосибирск. Матч между этими командами носит звание сибирского дерби. Такой встреча и получилась. Гости забили уже на второй минуте, правда спустя пять минут защитник «Динамо» Максим Полковников все сравнял. В первом тайме зрители увидели еще один забитый мяч. Новосибирск забил и вышел вперед 2-1. Таким и остался счет до конца матча. В любом случае, в команду нужны какие-то усилия, вливания какие-то, потому что мне трудно, скажем, в глобальной предприятии предъявить ребятам, что сейчас, грубо говоря, где-то виноват я, но я тут или не я буду. В команду нужно вливание кого-то, где держаться очень сложно. Сложно было и волейболистам университетам. В матче чемпионата России выше Лиги А. Их соперником стала Тюмень. В первой встрече матч завершился победой гостей 3-1. Причем одну из партий университет проиграл сам себе. При подачах из 25 ударов, 24 попав в сетку. Но в ответ на матчу барнаульцы сделали работу над ошибками. Как итог, уверенная победа 3-0. Вишенка на торте стал баскетбольный матч Суперлиги 1 в Барнаул против второго состава московского ЦСКА. И это была настоящая проверка для хозяев. Хоть и матч для барнаульцев начался резво, и подопечные Горева смогли захватить инициативу. ЦСКА поймали свой кураж и переломили ход игры. Такие качели были на протяжении всего поединка, но под оглушительную поддержку болельщиков. Барнаул сломил напор армейцев. Победа Барнаула 85-75. Дмитрий Дроздов. День с толком.